Всем привет! Сегодня я хочу сделать для вас особенное видео, а именно рассказать, что можно кушать на протяжении первой половины дня, для того, чтобы держать себя в хорошей форме и не поправляться. Если вы следите за моими видео, то наверняка знаете, что за последние три месяца я похудела на 6 килограммов, и основой этого было правильное питание, то есть я не сидела ни на каких жестких диетах, не ограничивала себя в еде, а просто старалась придерживаться принципов здорового питания. Конечно, мне нужно было серьезно над собой поработать, для того, чтобы перестроить свои привычки питания. И мне кажется, что вот сейчас, по прошествии этого времени, когда я уже достигла своего результата, я все-таки могу с уверенностью сказать, что любые привычки в питании можно изменить, и что я еще для себя поняла, так это то, что в правильном питании сейчас можно кушать практически, наверное, все. То есть есть заменители абсолютно для всей вредной еды, которую вы только можете себе представить. Если вы, к примеру, не можете жить без майонеза, то в интернете можно найти рецепт именно майонеза правильного питания, то есть основанного на полезных для вас продуктов, и то же самое касается абсолютно любой другой еды. И опять-таки, если вы не следите за моими видео, то я придерживаюсь пятиразового питания, то есть за день я кушаю пять раз, и сегодня я буду рассказывать о первых трех приемах пищи, то есть это завтрак, второй завтрак и обед. Однозначно даю вам сразу самый главный совет, который заключается в том, что в первой половине дня можно разрешать себе какие-то вкусняшки, без которых вы не можете жить. И если вот реально что-то есть такое, что очень вам захочется к вечеру, вы знаете, что вас потянет на это к вечеру, максимально старайтесь себя перестраивать, и чтобы кушать, возможно, это или какой-то более полезный аналог этого, но в первой половине дня. Желательно вообще до 12 часов, но я, честно говоря, где-то приблизительно до часу, до двух себе еще позволяю, что-нибудь такое вкусненькое. И самое-самое-самое главное, это в первой половине дня очень хорошо кушать, не пропускать приемы пищи, даже если вам кажется, что вы не хотите кушать, я бы сказала, что скорее заставляйте себя через силу даже кушать, потому что если вы себя заставите через силу, все равно это чувство насыщения будет держаться еще во второй половине дня. В то же время, когда вы ничего не покушаете, пропустите какой-то прием пищи в первой половине дня, во второй половине дня вы будете ощущать какой-то бешеный голод, который просто не позволит вам физически придерживаться какой-то строгости в диете, то есть вы 100% сорветесь, вам сильно захочется кушать, и вы побежите к холодильнику брать оттуда что-нибудь такое посытнее, что в принципе во второй половине дня вообще нежелательно. Поэтому, основываясь на том, что я только что сказала, на завтрак я вам рекомендую кушать каши. Это не должна быть обязательно обсянка, потому что наверняка многие из вас сейчас подумали, что это именно обсянка, но нет, это может быть абсолютно любая каша, которая вам нравится, или которую вы хотите конкретно в этот день. Для меня довольно удобно стало то, что мой муж с утра гуляет с собакой, и когда он уходит гулять с собакой, я знаю, что это занимает приблизительно полчаса, в это время я готовлю себе кашу. Я готовлю кашу в пароварке, то есть мне достаточно просто засыпать какую-то крупу в пароварку, накрутить таймер, и все, я в это время могу пойти еще немножко поспать, могу заняться какими-то другими домашними делами, но в то же время я знаю, что по приходу моего мужа меня будет ждать моя свежая кашка. Если вы вдруг не успеваете с утра готовить, у вас нет времени на готовку, вы можете это делать с вечера. И с вечера заготавливать себе, собственно, кашку, с утра ее просто разогревать. Она, возможно, не будет такой свежей, вкусной, но в то же время вполне возможно придерживаться такого графика. Я особенно с утра люблю кушать рис, гречку, булгур я в последнее время полюбила с утра кушать. Иногда кушаю кукурузную кашу вместе с брынзой. Рис я, кстати, обязательно поливаю соевым соусом. Очень мне нравится такой вот завтрак. И также такой завтрак можно дополнять какими-то овощами по вашему желанию. Можете сделать какой-то легкий салатик. В общем-то, завтрак должен быть очень плотным. И как только вы себя приучите именно к такому распорядку дня, с утра вы будете вставать и чувствовать тоже очень сильный голод. И вам эта каша просто будет залетать как родненькая. И вы отлично будете себя чувствовать на протяжении дня. Что касается второго завтрака, то это, наверное, мой самый любимый прием пищи. Потому что именно конкретно на второй завтрак я себе позволяю свои маленькие слабости. Я за день, в принципе, довольно много кофе пью. И кофе это, конечно, не совсем хороший вариант. Но я без кофе в последнее время вообще не могу представить себе свою жизнь. Тем более я не пью крепкий кофе. Я делаю себе латешки и вот такие вот латешки на протяжении дня пью. И конкретно на второй завтрак я всегда позволяю себе сладкое. Я без сладкого не могу. Многие говорят о здоровом питании, что сладкое нужно исключать. Потому что тяга к сладкому это инсулиновая зависимость. Но в то же время сладкое это пища для нашего мозга. И так как у меня моя работа в основном завязана не на физической силе, а на умственном труде, то я считаю, что вполне можно себе позволить немножко сладенького. Но опять, здесь есть своя оговорка. Сладкое это я не имею в виду пойти купить шоколадку, торт, сникерс или что-нибудь другое в том же духе. Я в последние 3 месяца, даже вот уже 4 месяца, любые десерты готовлю сама. Если вы сейчас скажете мне, что у вас нет времени на то, чтобы готовить десерты, это неправда. Я очень сомневаюсь, что вы не проводите время за просмотром телевизора, за сидение за компьютером, за пролистыванием инстаграма и так далее и тому подобное. Если у вас нет времени на готовку десертов на протяжении рабочей недели, уделите этому час в выходной день. Поверьте, часа вам будет вот так вот достаточно. Для того, чтобы приготовить себе сразу на неделю вперед, вы можете сделать какой-то пирог. У меня, кстати, на канале есть очень классный рецепт ПП-шного пирога. Вы можете посмотреть его, если вам интересно. И этот пирог вы можете разделить на 5-6 частей. И все, у вас на протяжении недели уже есть ваши десерты, которые вы смело можете брать с собой на работу. Если вы дома находитесь, то дома из холодильника, там каждый день себе по кусочку отрезаете. В общем-то, это тоже, я не считаю, какой-то сильно большой проблемой. И если вы не любите сладкое, если для вас вредная еда это что-то другое, без чего вы жить не можете, кто-то, например, любит что-то солененькое кушать, кто-то любит что-то перченое кушать и без этого не представляет свою жизнь. Вот именно конкретно я вам рекомендую на второй завтрак вот эти вот ваши слабости себе позволять. Потому что больше нет ни одного такого приема пищи, который бы максимально щадяще позволил бы вам это все принять и без каких-либо последствий. Что касается обеда, то это такая грань уже между первой половиной дня и второй. И здесь нужно уже все-таки больше переключаться на более легкую пищу. То есть мы уже углеводы с вами стараемся меньше употреблять и больше склоняемся на белки и жиры. Но опять-таки обед это еще все-таки первая половина дня, поэтому углеводы мы себе еще можем позволить. Идеальным вообще обедом считается либо какой-то салат с каким-то мясом, к примеру, либо супчик. Я очень люблю супчики, меня еще мама с детства приучила есть супы. И мы всю жизнь, сколько я жила дома, мы всегда на обед кушали суп. И вот сейчас уже во взрослой жизни я тоже не могу представить, как вообще обед может выглядеть без супа. Поэтому опять-таки я себе готовлю суп не на один раз, а дней так на пять, наверное. И это сокращает время готовки на протяжении недели. То есть я открываю холодильник, наливаю себе немножко супчика и все, в принципе, обед у меня на этом готов. Мой вам совет, приучите себя кушать суп без хлеба. Хлеб, конечно, можно цельнозерновой кушать во время обеда, но если вы себя приучите кушать суп без хлеба, это будет вам только плюс. Супы лучше всего готовить на мясном бульоне, но этот бульон должен быть уже второй варки. И мой вам такой совет, если у вас в семье есть люди, которые не придерживаются диеты, не придерживаются принципов правильного питания, и вам все равно приходится готовить высококалорийную пищу, у меня, например, муж не придерживается принципов правильного питания, он кушает обычную еду, потому что у него, в принципе, никаких противопоказаний к этому нет. И я знаю, что у многих из вас такая же ситуация, мужу надо готовить отдельно, себе отдельно, поэтому бульон, особенно говяжий, я всегда сливаю отдельно в баночку. И поверьте, любое мясо, если будете тушить именно на бульоне, оно будет намного вкуснее и намного больше понравится тоже. А если вы будете готовить на воде, это вообще не то. Поэтому даже бульон не переводится, а именно абсолютно все, что готовится, используется. Так вот, себе вы используете второй бульон, первый слили, налили заново воду, опять начинаете варить, и уже варите суп, какой вам там нравится. Опять-таки, здесь каких-то особых рецептов и рекомендаций нет, потому что супы, в принципе, можно варить какие угодно, разве что, если вы не будете добавлять какие-то вредные ингредиенты, если вы просто будете использовать овощи и крупы, любые, в принципе, супы, вы можете готовить и употреблять во время обеда. Это, в принципе, все, что касается моих рекомендаций по питанию в первой половине дня. Опять-таки скажу, если вы не следили за всем процессом моего похудения, у меня на канале есть целый плейлист, он состоит, по-моему, из 15 видео. Там все от самого начала, как я начинала, как я работала с диетологом, что она мне рассказывала, как питаться, какие мои были результаты, какие у меня были трудности, какие у меня были достижения. Короче говоря, все это там есть, можете посмотреть, уделите этому ваше время, потому что действительно я с помощью такого режима питания очень сильно изменила свою жизнь, и сейчас я безумно довольна результатом, потому что мало того, что выглядеть я стала лучше, так еще и по части здоровья, по части пищеварительного тракта у меня все намного лучше стало, и меня это просто не перестает радовать. Если вам понравилось это видео, не забудьте, конечно же, поставить палец вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, оставляйте пожелания, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то пожелания по поводу новых видео. Также обращаю ваше внимание, что я начала снимать разные рецепты ппшные, это тоже у меня есть отдельный для этого плейлист, поэтому заходите, смотрите, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Я получаю одни и те же комментарии насчет того, что макияж красивый, но вам такое никогда в жизни не повторить, потому что вы не умеете правильно тушевать, у вас не получается красиво тушевать тени. Я постаралась собрать именно то, что я вам, по-моему, еще не показывала ни в одном из своих видео, поэтому если вам интересно посмотреть, что же новенького у меня появилось, и, конечно же, будут обзоры этих средств, то, конечно же, оставайтесь и продолжайте смотреть. Продолжение следует...